Привет, друзья! Если вы попросите меня составить список самых удачливых людей, максимально странная просьба, но любой каприз за ваши деньги, я обязательно вспомню о российских выпускниках и Михаиле Леонтьеве. Российский журналист, а ныне пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев предложил лишить российскую молодежь избирательных прав. Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время, потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают. Это почти Украина. Чудовищно! Почему я вспомню именно о Леонтьеве? Ну, просто нести подобные идеи в массы, это настоящая удача. Что же касается выпускников, сначала подготовку к экзаменам омрачила потрясающая во всех смыслах дистанционка. Если хотите узнать, с какими шутками и прибаутками этой весной столкнулись ученики, учителя и родители, то просто посмотрите мой ролик о дистанционном обучении. Ссылка будет в описании. Потом 11-ти классников почти месяц держали в подвешенном состоянии. Экзамены пройдут срок, но, может быть, мы перенесем их, но максимум на неделю, хотя, возможно, и на осень. Но нет, ЕГЭ вовремя, никаких отмен. Но обязательно экзамены можно не сдавать. И ОГЭ не будет. Надеюсь, вы понимаете, что я это все говорю без какого-либо осуждения. Никто не был готов к подобной ситуации. Никто не знал, как сдавать экзамены в разгар пандемии. Но вот, наконец, день ИГС настал, и новости посыпались просто как из рога изобилия. Что не экзамен, то скандал. В некоторых регионах школьникам становилось плохо из-за дикой жары. Не могу не обратить внимания на то, в каких условиях приходится выпускникам 11-х классов сдавать ЕГЭ. Вчера моя дочь писала ЕГЭ по русскому языку в 45-й школе. В 35-ти градусную жару 4 часа провести в закрытом, непроветриваемом помещении – это просто ад. Дышать нечем. Единственный вентилятор – ни о чем. А открыть окно, естественно, нельзя. Во всяком случае, в некоторых школах. А то вдруг бумажки разлетятся. Прецеденты уже были. Сразу же несколько изданий сообщили, что оказывается в отношениях пунктов проведения ЕГЭ в официальных документах температурный режим просто не прописан. В Ямало-Ненецком автономном округе родители отправили ребенка сдавать ЕГЭ, зная, что у него, как и у всей семьи, подтвержденный коронавирус. Похлопаем. В социальных сетях начались нападки на семью Ямальчика. В департаменте отметили, что считают травлю неуместной, так как организаторы готовы к разным ситуациям в нынешних условиях. Каждый ученик обеспечен средствами индивидуальной защиты. В аудиториях строго соблюдается социальная дистанция, работают аппараты для обеззараживания воздуха, проводится тщательная дезинфекция. Вот уж точно сдать ЕГЭ или умереть. А самое интересное, организаторы-то знали, что они, оказывается, готовы к абсолютно любой ситуации и что социальная дистанция спасет от коронавируса в условиях закрытого помещения. В Норильске организаторы запутались с рассадкой учеников и заставили их дважды начинать экзамен. По словам девушки, школьников встретили в пункте приема экзаменов и рассадили максимум по 9 человек в классе. После этого организаторы при них распечатали экзаменационные материалы и школьники начали писать текст. За 20-30 минут я успела полностью решить тестовую часть и занести ее в бланк ответов. В аудиторию заглянула женщина и попросила организаторов остановить экзамен, сообщила школьница. Детей попросили отложить экзаменационные листы и ручки и заверили, что скоро экзамен продолжится. Потом в аудиторию вошла другая женщина со списками и начала вызывать учеников, чтобы пересадить их в другие классы. Тем, кто остался на своих местах, выдали их комплекты. Их бланки ответов и их старые варианты, на которые они уже потратили часть времени. У них получилось около 4 часов вместо положенных 3,5. А нам, пересаженным, выдали чужие бланки ответов и кимы, уже заполненные на фамилии и имя отчества других ребят. Мы удивились и несколько не поняли, что нам с этим делать. Нам ответили, пишите поверх старых и пожирнее. Альбина убедила организаторов, что ее бланк ответов был не только подписан, но и заполнен ответами. Его пообещали уничтожить. Школьница получила новый комплект и была вынуждена снова выполнять все задания. Но все эти ситуации не идут ни в какое сравнение с ЕГЭ по химии. И, пожалуй, я впервые столкнулся с такой массовой негативной реакцией. Что же произошло? Практически сразу же после экзамена появилось несколько петиций с требованиями признать ЕГЭ по химии недействительным. Дело в том, что задания показались выпускникам слишком сложными. И чтобы попытаться разобраться в этой ситуации, мне кажется, стоит выслушать и учеников, и учителей, и экспертов. Хотя, а что слушать последних? Они, естественно, заявили, что все в рамках нормы. Как иначе? Пожалуй, началась вся эта эпопея с химии с досрочного экзамена, которого в этом году, конечно, не было. Но вот задания опубликованы были. И они показались многим преподавателям, и что самое главное, ученикам достаточно простыми. И надо понимать, что в данном случае речь идет не о сборнике 100 заданий, а о официальном варианте экзамена. Поэтому многие ученики логично предполагали увидеть в своих кимах тот же уровень. Но, судя по всему, не увидели. Мне интересно, что они употребляют перед тем, как составлять это? Особенно в ситуации, когда половину учебного года мы просидели дома. А досрок? Он был легчайший. К чему давать надежду нормальные варианты и подсовывать такую свинью? Теперь экстренно искать колледж. Впустую потраченные деньги, нервы и общее здоровье. Спасибо, ЕГЭ-2020. В стране нужны врачи? Да что-то незаметное. Новая волна дворников. Кто-то до сих пор сомневается в лотерее. Я тот самый человек, который решал пробники на 85+, а сейчас надеется переползти порог. Обе части отвратительные. Особенно, если учитывать те варианты, которые предоставлял ФИПИ на демо и досрок. Я ни в коем случае не хочу ныть, так выразимся. Просто если реально сравнить то, что предлагают на официальном сайте, с тем, что было, ну, ребят, почему сразу не вкинуть задания сложные, чтобы учащиеся ориентировались на них? Огромное количество практики, времени, нервов. А все для чего? Чтобы увидеть варианты, понять, что все было напрасно? И фраза в начале экзамена. Помните, всем под силу сдать экзамен. Звучит в данном контексте просто шуткой. Но мы же знаем, это просто дети. Они все любят поныть. Что с них взять? Давайте лучше послушаем преподавателей. Вот, к примеру, учительница из Красноярска решила сдать ЕГЭ вместе с 11-классниками. И едва уложилась в срок. Бедные дети, есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно. Первую часть написала неплохо, но вторая часть очень подковыристая. Много подводных камней. Я, конечно, не говорю, что экзамен должен представлять из себя самостоятельно для пятиклассников. Естественно, нет. Но уж если у учителя появляются сложности, возникает вопрос. К преподавателю или экзамену это уж вы сами решите. Многие дети рассказывали мне про дикие истерики в аудиториях. Когда человек сидит и решает задание, а рядом с ним ревет мальчик-одноклассник, который метил на 100 баллов, занимался с 8 класса, участвовал в олимпиадах, это действительно бьет по самочувствию и уверенности. Рассказывали, что плакать могли сразу же несколько детей, а организаторы не могли их успокоить, потому что сами не были к такому готовы. Некоторых увозили на скорой. Несколько моих учеников будут писать экзамены в резервный день, просто потому что 16 июля им стало плохо. Не знаю, из-за задания это или из-за чего-то еще, но факт остается фактом. Спокойно перенести экзамен у них не получилось. Но главная проблема – это несоответствие досрочных вариантов тому, что было в экзаменационных кимах. В банке заданий ФИПИ задания, если честно, совсем смешные. Но более смешные задания в сборнике от составителей ЕГЭ. Если ребенку, который прошел через ЕГЭ сейчас, показать, что написано в сборнике, на котором красуется фраза «соответствуй требованиям ФИПИ», то они скажут «нет, таких легких заданий не было даже близко». В сборнике формулировки кристально чистые и ясные. Дети на них очень хорошо натренировались в последние годы. Несколько учителей отметили, что некие изменения, предположим, что они все же были, весьма положительный момент. Ведь, наконец, упор делается на понимание, а не на натаскивание. И это замечательно в теории. Про то, что учеба в старшей школе по факту превращается в подготовку к ЕГЭ, я говорил на этом канале еще год три назад. Какой я молодец. Учителя и, в первую очередь, репетиторы реально натаскивают школьников. Но претензии здесь, как мне кажется, должны быть не к преподавателям. И уж тем более не к ученикам, а к системе, которая поставила всех участников образовательного процесса в такие условия. Слишком многое зависит от успешной сдачи ЕГЭ. Никто не погладит по головушке преподавателя, занимающегося всесторонним развитием учеников. Администрации, вузам, родителям, ученикам, учителям всем нужны исключительно баллы. Ну и знания в идеале. Вот вы уверены, что думающий и разбирающийся в предмете 11-классник сдаст ЕГЭ лучше, чем его ровесник, за плечами которого репетитор и 200 выполненных вариантов? Я, честно говоря, нет. Знать и сдать – это уже давно не одно и то же. Если ваш экзамен предполагает натаскивание, и это самое натаскивание дает в итоге хорошие результаты, детей будут натаскивать. И нечему здесь удивляться. Господи, сколько раз сказал слово «натаскивать». Всего лишь слегка поменяли условия, пожимают плечами некоторые специалисты, а дети уже не справились. Ну пеньки! А почему до этого не меняли, появляется вопрос. Почему вдруг именно на экзамене вспомнили, что нужны не зазубренные знания, а понимание? А в 2019 году оно было не нужно? Прикольно! В непрофильных классах химия один час в неделю. Там вообще никакого натаскивания. Сдать химию без репетитора среднестатистическому выпускнику невозможно. О каком натаскивании речь? О том, что из года в год идет усложнение задач по химии. Такое, что даже дети из профильных классов бывают разводят руками. Говорят, уже года три подряд. И если Рособнадзор ничего не видит, то в шею торга надо гнать. Но больше всего меня поразили слова главы Ассоциаций учителей химии России. От них я просто в стартосферу улетел. От слов, не от учителей. Мне звонят коллеги из регионов и спрашивают. Как же так? У нас в старших классах на химию отводится всего 1-2 часа в неделю. Как же мы можем научить ребенка за это время решать такие сложные задания? На это я могу ответить так. ЕГЭ по химии не является обязательным. Его сдают только те, кто поступает в соответствующие вузы. Конечно же, задания высокого уровня сложности рассчитаны на профильное обучение. На учащихся тех классах, в которых на изучение химии выделяется 5-6 часов в неделю. За 2 часа в неделю невозможно подготовить выпускника на высокий результат. А если, представьте себе, ребенок из провинции хочет стать врачом. Что ему делать? Вот прямым текстом сказано. За 2 урока в неделю подготовить на хороший результат невозможно. Нужно идти в профильный класс. А в деревенской школе нет никаких профильных классов и в помине. Куда податься-то? Ну, учитель может после уроков бесплатно заниматься. Может. Только просто, чтобы догнать. Догнать всего лишь. Ученика из профильного класса, как там сказано, 5-6 уроков. С ребенком нужно сидеть 4 часа дополнительно. Вы много таких учителей-подвижников знаете? Ну, есть репетиторы. Правильно. А еще есть зарплата в провинции. И представьте себе, не у каждого родителя есть деньги на дополнительные занятия. Да и сам факт того, что репетитор становится обязательным звеном в поступлении в ВУЗ, честно говоря, пугает. Ну, можно бесплатно в интернете заниматься. Можно. И самообразование вообще самая лучшая вещь на свете. Только вот дистанционное обучение в этом году, скажем ему спасибо, показало, что далеко не у всех российских школьников есть интернет, а не то, что компьютер. А может, просто ученик с честной пятеркой, подчеркну, честной, по химии, должен иметь возможность дать экзамен без репетиторов и специальных школ. Опять же, повторю, с пятеркой. Ребенок уже знает школьный курс на пятерку. Но этого даже близко не хватает для того, чтобы хотя бы сунуть свой нос на экзамен. Это нормально? Мы что проверяем? Вопрос. Как ребенок освоил школьный уровень или какое-то дополнительное образование? Ну, тогда и должен быть какой-то отдельный экзамен для дополнительного образования, для дополнительных курсов. А если есть школьный курс химии, и ребенок с ним справился, но этих знаний вообще недостаточно для экзамена, это максимально странно. Вот это разделение, которое получается между крупными городами и провинцией, мне оно не кажется каким-то справедливым. Реально, ты должен жить либо в крупном городе, чтобы иметь возможность учиться в профильном классе, либо твои родители должны быть настоящими денежными мешками, раз уж получилось так, что ты живешь в какой-то деревне. Да, понятно, можно говорить, ну, занимайся самостоятельно. Ну, естественно. В принципе, если захотеть, можно вообще школу закрыть. В общем-то, если ребенок захочет, он может освоить абсолютно все. Ну, ну, серьезно. Ну, в общем и целом, если действительно ребенок очень умный, он усидчивый, просто давайте учебниками закидаем, пускай сам готовится. Это максимально странно все смотрится на фоне постоянных криков, нам не хватает врачей, нужны врачи, врачи, врачи. Хотя, зачем нам врачи в провинции? Вот и получается забавная ситуация. Эксперты в один голос говорят, что все задания исключительно школьного уровня. Только вот школьных знаний, обычного школьника, недостаточно, чтобы сдать ЕГЭ. Это типа как так получилось? А вот статистика прошлого года. Вот такие замечательные результаты. У нас сегодня 5000 школ, в основном сельских, которые не имеют химических лабораторий. И это не говоря уже об устаревшем оборудовании, о проблемах с реактивами, их низким качеством или вовсе нехваткой. Ура, товарищи! Но в любом случае помните самое главное. Каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Если только ты не из обычной школы в провинции. А если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok